так друзья всем привет новое видео в общем пока загрузок у меня из москвы нет и ехать я не знаю куда в общем в сторону вырезанки чтобы развернуться и поехать сторону области там пробка 12 километров вообще там чуть ли два часа в общем сейчас я поеду не прямо а в объезд по михауску слободе так понимаю смотрел там панораме вроде бы как могу проехать вот ну и встанут они там в сторону области я думаю что у меня не будет грузов там в сторону москвы кстати груз был 3 тонны саратов 20 тысяч рублей представляете 20000 рублей 3 тонны саратов ну мечта же мечта любого дальнобойщик сейчас пропускодам и в принципе могу выезжать пробка уже начинается поэтому сейчас сворачиваю направо объезжаю там получается по мигатору вообще минут двенадцать ну надеюсь что здесь будет без ограничений все что пора еду нормально здесь направо вроде бы и наверх туда ну а как все нормально вот вроде бы как проехать направо и наверх туда Вместо полутора часов проехал за 12 минут, сейчас налево и на Новоризанку, ну по Новоризанку проезжаю и выезжаю уже ночью. В общем, разбудился я быстро, без за час, вместе с документами, деньги уже отправили, в общем, сегодня без загрузки, скорее всего, загрузки есть, но которые мне не подходят, там 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, но пока стою, заехал, это все. Шашлычку по-узову почитал, заехал, не знаю, шурму ем, очень вкусно, также еще взял мясо и картошечки, ну, с шлаками шеи. Шурма очень вкусная, здесь картошка и шейка, скажем, за все где-то 900 рублей, но это неплохо, кстати, до этого стоял на заправке «Газпром», там, конечно, побольше мяса, чем здесь, может быть, туда вернусь, сейчас, скажем, здесь постою чуть-чуть, наверное, туда поеду обратно. Диспетчер сейчас набрал, сказал то, что есть груз из Нового Львовска, по-моему, это в сторону Рязани, сейчас поеду. С выгрузкой на понедельник, выгрузка у меня будет в Энгельсе, 3 тонны, 40 кубов. Я посмотрел, что по навигатору ехать мне туда около 4 часов, 270 км, ну, как раз это в сторону дома, там, можно, сколько там, отрезаниями, там, отъехать, километров, наверное, 60, может быть, плюс-минус. Стоял здесь на «Газпром» заправке, кстати, спокойно заправку, машин мало, можно было здесь остаться, но поеду потихонечку, тем более загрузка у меня будет только в 9 утра, вот, но я так не спеша, может, где-то остановлюсь, тоже посплю, потому что, как встал сюда, вообще не хочу спать. Вот сейчас только поеду, но захочу снова спать, не знаю, почему так, из-за чего. Ну, вот, друзья, сейчас сказал, что я на стоянку не поеду, просто помоюсь и уеду. И вон, как раз локуил, там я и заправлюсь. Здесь есть и столовая, и шиномонтаж. Ну, кстати, по-моему, до 10, с 8 утра до 10, и также есть бассейн, что-то в районе 450 рублей, ну, и парковка бесплатная, тут уже платная. Так, друзья, ну все, помылся. Сейчас у нас заправиться. И уже долететь без остановок до места загрузки. Я думаю, тысяч на 7. Вот этого хватит. Уже не зимний топливо, он все равно стоит 63 рубля. До пенза хватит, а там, вот этот амер сработал. До пенза хватит, а там уже заправлюсь. Опа. Жалко, что без печатков теперь. Все руки будут жирные. Блин. Все, здесь я припаркуюсь. Мне осталось ехать до загрузки где-то час. Ну, максимум час. Вот, ну все, уже не могу засыпаю, поэтому я здесь остановлюсь. Показать-то, наверное, на 3 до рассвета. Проснусь и поеду не спеша. Проспал я, в общем, не час, не два. Проспал я до 8 утра. Время уже 8.14. Сейчас сворачиваю. На эту дорогу, как-то эвегатор показывает. В принципе, должна быть такая неровная. Посмотрим. Показывает ехать 47 минут. Там 30-39 километров. Не знаю, насколько хорошая будет дорога. Потому что после переезда, как навигатор показывает, там вообще все серое. Ну, в плане нет дороги. Но я думаю, если что, переезд только проедем, там поедет поворот налево. Если будет нормальная дорога, то мы сразу свернем налево и объедем еще там. Крюк-трюк дадим, я думаю, километров 10. Это будет хороший проедет. Не знаю, в этих краях вообще первый раз. Посмотрим, что это получится. Атаку исполняем. Там загрузка с 9 утра до 3 часов дня. Но приеду там при 10. Я думаю, нормально будет. Но поспал. Сейчас когда на улицу выходила, жара нереальная. Вот не перестану говорить то, что не зря поставил. Федицционер дует в ноги, в лицо. Просто хотя бы адекватно ощущаешь себя как человек. Поэтому у кого есть возможность, друзья, не полегнитесь, поставьте вещи. Ну, да, тем более, жару. Ну, и даже если дождь когда будет, да, чтобы лоб не потели. Так вот, друзья, осталось мне к загрузке, наверное, минут 5. Ехал и по такой дороге ужасный. Такая дорога была километрах, наверное, ну, 25. Здесь уже деревня. Так понимаю, вот она. Ну, рядышком осталось, короче. Сейчас загружусь и поеду, наверное, чуть-чуть по другой дороге. Ну, ехал всю дорогу, наверное, километров 30, не больше 40. Здесь еще более-менее, но там дальше. Ужас. Так, нормально. Загруз, кстати, не звонил. Я думаю, сейчас я там один буду. Заехал на территорию, подождал минут 10 сходя ли сейчас. Запустил, запустили. Вот эти штучки подгрузят мне. Ну, они, вроде как, легкие, наверное. Сейчас я паркую, потом пойду за документами. Сказали заезжать на весы. В общем, задняя ось показала 3,50. А передняя 2,400. 5,400. Весит машину. Слишком много времени теряю на это все. Вот так вот все. Загрузили у меня, в общем, 4 поддона, которые видели на видео. Было 6, но встал на те весы. Спереди у меня 2,600, по-моему, 2,800, куда загрузили. А задница у меня была 4,500. Но так как в Тульской области какие-то действуют правила, в апреле что не больше 4 тонн на ось. Поэтому 2 полет скинули. Сзади у меня вышло 3,890, по-моему. Поэтому так я и поеду. Ставка не меняется. Ставка остается прежней. Теперь что остается? Теперь остается мне доехать до Рязани. Ну и в сторону дома. Выходные в Пензе. И выйду в воскресенье, наверное, вечером. Ну, в ночь на Энгельс. Машина половина пустая, но мне вообще все равно. Так-то до груза я врать не буду. Наконец-то спустя оскок 40 километров дороги. Вроде бы какая дорога тормализовалась. Если я могу здесь подназначать, сколько времени я потерял. Знаете, хочет. Поехал, покушал. Ну, как покушал? Ну, купил. Гирос, точнее. И с собой еще взял в дорогу. Что, может, не остановиться нигде. Кстати, ну, Гирос, блин, одно название, так Гирос, конечно. Друзья, тут как раз, как я и говорил, тонны. Утеплитель. А что еще в газоне возить? Кроме как ним. Ну, это, наверное, Утеплитель, да. Конечно, не сталкивать эту груз, потому что цеплять не было. Вроде бы, как не упадет. Нормально. За пензу мне осталось, наверное, часа полтора-два. Хотел заехать на мойку, помыть газон, но мест нет. Есть только три утра, но в три утра я уже буду спать дома. Я не помню, говорил или нет по поводу ставки за груз. В общем, заявка в заявке была 3200, 6 палет, но так вот, где я грузился, там 10 ограничений на ось. То есть, в Тульской области не больше 4 тонн. И когда меня нагрузили уже 6 палет, заехал я на весы, сначала передней осью, там 2800 показала, задней показала 4500. 60, по-моему. В общем, скинули два палета, на задней оси было 3860. Вот. В общем, так и остались четыре палета, но в совокупии по 250 килограмм один палет, это тонна, всего тонна у меня в машине. ну и место заняло где-то вот до сюда, наверное, да. Кубов, наверное, 25, может быть, плюс-минус. Поставки. Поставки, друзья, у меня вышло 63 тысячи рублей. С одной стороны, скажешь, друзья, почему так мало, но так как сегодня 12 апреля, а 13 апреля мой день рождения, и мне надо было как-то уезжать, чтобы не оставаться на эти выходные. В общем, диспетчер взял груз мне на Энгельсе с выгрузкой на понедельник. Как раз выходные дома. Машину припаркую на территории Пензмаша, там у меня и ликовая стоит. Ну, по солярке у меня уйдет, я не знаю, сколько там, ну, может быть, тысяч 13, может быть, плюс-минус. Может быть, даже еще что-нибудь и сам из Саратова возьму из Энгельса, посмотрим, если что будет нормально, заберу. Поэтому, друзья, 63 тысячи рублей по факту тонна, по заявке 3. Ну и пустая машина. На этом, друзья, я видео буду заканчивать. Я вам желаю удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok